Охранять рынок от некачественной контрафактной продукции. Такую задачу поставил Станислав Воскресенский перед подчиненными. В региональном правительстве состоялось совещание, посвященное противодействию незаконному обороту товаров, в том числе текстильной и легкой промышленности. В нашем регионе доля незаконного товара составляет 26%. В ходе проведенных проверок забракованный товар снимался с продажи. Хозяйствующие субъекты и должностные лица, допустившие нарушения, были привлечены к административной и уголовной ответственности. Приходится констатировать, что контрольно-надзорное мероприятие не приносит желаемого эффекта в силу мягкости законодательства в данной сфере. Суть не сводится к строгим наказаниям. Швеи надомницы, например, это скорее социальная проблема. Важно повысить финансовую ответственность фактических контрабандистов и максимизировать их риски утраты товаров. На страже порядка стоят сотрудники полиции, реагируют на все факты, связанные с незаконным оборотом промышленной продукции. За 2017 год сотрудниками УМВД выявлено 4 преступления по фактам незаконного использования товарного знака при реализации товаров легкой промышленности, ответственность за которые предусмотрена статьей 180 Уголовного кодекса. Также в сфере текстильного и швейного производства по материалам сотрудников УМВД возбуждено 14 уголовных дел по иным статьям Уголовного кодекса. Следующее заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Станислав Воскресенский попросил посвятить проблеме контрафактного алкоголя. Когда были в правительстве России, проводили совещание по линии здравоохранения, бросается в глаза у нас как раз, ну мужики травятся некачественным алкоголем, конечно с этим надо заканчивать, поэтому я это на особую контроль возьму. По мнению Станислава Воскресенского, конкуренция должна быть добросовестной и необходимо сделать все, чтобы на полках магазинов была только качественная и безопасная продукция. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.